Огромная яма посередине дороги на улице Кирова. Наспех засыпано гравием. Сегодня утром в понедельник сотни людей. Именно из-за этого простояли в пробке почти целый час и опоздали на работу. Яма появилась на улице Кирова еще в выходные. В воскресенье жители Кендяковки и 4-го микрорайона испытали на себе все прелести затрудненного дорожного движения. Из-за ямы дорога сузилась на одну полосу в районе дома номер 119. Никаких сообщений о дорожных работах и предупреждений о том, что выехать из дома нужно было пораньше, не было. Автолюбители негодуют, как и их пассажиры. Как водитель не очень хорошо отношусь. Это помеха для меня. А много стоите в пробке? Ну, наверное, минут 30 почти уже стоим. Долго стояли в пробке? Минут 10-15, наверное. Минут 15? Да. Как вообще относится к этой ситуации, когда вот так вот дорогу перекрывают без предупреждения с утра? Не очень хорошо. Не очень хорошо? Неудобно, да. С этим бороться надо? Надо бороться. Дороги расширять надо. Можно объездную сделать, так, в Волге, что как-то у нас сейчас что-то думают, надо расширяться. Надо уже. Долго в пробке стояли? Минут 20, наверное. Как относитесь к таким ситуациям, когда дорогу перекрывают и не предупреждают с утра в понедельник? Как все? Негативно? Никак. Никак? Понимающе. Понимающе? Ну, может быть, предупреждения какие-то нужно, как считаете? Ну, может быть, наверное, да. Надо было написать что-нибудь в прессе. Пока мы снимали этот репортаж, на место образовавшегося затора подъехал патруль ГИБДД. Два сотрудника правопорядка помогали водителям быстрее проехать перекрытый участок и при этом не попасть в ДТП. Только вот это никак не способствовало уменьшению пробки. На улице Кирова, районе дома 119, производится врезка холодного водоснабжения в строящийся жилой дом. То есть, согласно регламенту, собственник дома подал заявку, ему было выдано разрешение. То есть, там в настоящее время в выходные производилась работа земляные. Они сейчас должны быть завершены. То есть, врезка в жилой дом, в холодное водоснабжение. Одна из полос движения в настоящий момент перекрыта. Движение осуществляется по второй полосе. В связи с этим возникли некоторые проблемы в дорожном движении. То есть, незначительное ограничение. Да, в час пик собирается у нас небольшая дорожная пробка. По информации администрации города Ульяновска, яму на Кирово должны засыпать в ближайшие дни. До этого момента водителям и пассажирам придется потерпеть.